Кит в сравнении моря фигура есть Божьей премудрости, плавающей сверх стихийной гнили. И Дух Божий носился сверх воды, и всплыло железо. Четвертое царство, глава 6, стих 6. Господь Бог твой ведет тебя в землю благую, в землю пшеницы, в землю, в ней же камни, железо, и от гор ее ископаешь медь. Второзаконие 8 глава. Но вода Моисеем, разведенной от камня, и Самсоном из челюсти ослины, знаменует вечность. Камень же и челюсть есть прах гнили. Взгляни же на нерукосечный Даниилов камень с горою, и увидишь, что камень есть чертог света Слова Божия, а гора плоти и крови ложа. Но сей змей вдруг завернул голову к хвосту, если поднять очи к рождающемуся и к вертепному камню, к воскресшему и к гробу. Иногда голова его и хвост в одном месте, будто хвост в устах держа, делается кольцом. Взгляни на второй бытийный день, посреди воды и воды, вода и вода. Сей воды и Давид жаждет, пренебрег одну. Кто напоит меня водой из рва, который в Вифлееме? 2 Царств 23 глава. Иногда змеи и всего свитки очень между собой схожи. Например, Моисей влагает в воду дерево, Елисей — соль, корабельщики — иону, претещи — Христа, сходящие в море, творящие делания в водах многих. И Даниил вергает меч дракону или великому змееву ста. Он и шар был смешан из смолы с жирой волны. Сей три печати от Духа Премудрости Божией. Манна, падающая сверх поверхности земной, похожа на снежную крупу, а снег — на руно, дающего снег свой, как волну, полагающий пределы твоей мир и тука пшеницы на сыте. Оно впечатлеется в паще из благовонных деревьев смолою, как смирно избранно издает благоухание Сираха. Куда страшна и опасна Библия, пока семиглавому сему змею вбросить в изблевающий горных водочелюсти свою пилюлю не удостоит тот, посылающий слово свое земле, одежда его бела, как снег, и волосы головы его, как волна чистая, Даниил. Тогда сего аспида отрок малый поведет. Зрите чтилища ваши, Даниил. «Смотри, как вьется змий сей и играет. Море и кит, кит и иона, иона и тыква. Море в рассуждении кита есть ничто, а кит в рассуждении ионы пустошь. Иона взглядом тыквы голову его прохлаждающий, а тыква взором славы вечного ничтожа есть. Поиграешь ли с ним? Извлечешь ли змея удочкой? Или вденешь кольцо в ноздри его?» Иов, глава сороковая. «Сей змей весь Иордан вмещает в уста свои, а на одно око божие будто на удочку возьмется. Все плаватели хвоста и все корабли рыбацкие не поднимут головы его. Сотворен поруганным быть. Иов, сороковая глава. Змей сей его же создал ты. Поругается ему и укорять его, и оплюять его. Лука. Тоже рассуждается о рыбе тавеиной, с печенью ее и сердцем, о рыбе удочкой Петровой извлеченной, с монетой внутри ее, о рыбах Христом благословенных иди рыбу ловить. «Таковы ж свертки сгибает с миссией и здесь. Вода и ковчег, ковчег и ной, но и голубица, голубица и око, око и верхи гор, верх и вечность, взошедши на гору стремниную». Иов, глава четвертая. «Ложи его острее острия», глава сорок первая. «Тоже и здесь. Содом огонь, огонь и дым, дым и дух, дух и благовоние. А лот значит благоухание. Зайдет дым гневом его. Потрудившись, запалим город огнем. Увидели дым, восходящий от града до небес». «Навид, восьмая глава. Дух и вода и кровь, и трое воедино». Иоанна Послания. «Те же винты или извитие змеиной здесь. Израиль и язычники. Израиль и скиния. Скиния и мера ее, чудно составляющая во всех частях сумму десятичную. «Наконец, вся скиния ничто есть. Взглядом внутренности ее сие есть. Манны, светильника, хлебов и прочее. А сие опять ничто же есть. Взглядом славы Божией во мраке всем блистающий. Небо небес не давлеет тебе». «Афанасий. Ты мне своими винтами змеинами со всем ум помрачаешь. Скажи только мне, которую ты насчитал сумму десятичную в частях скинии и в мере и в числе ее?» «Яков. Скини из десяти опон. Вот тебе десяток в частях. Долгота каждой опоны 28 локтей. Вот тебе десяток. 2,8. Во всех опонах локтей 280. Вот в числе локтей так, как в долготе. Десяток 2,8. Широта каждой опоны 4 локтя. А во всех 40. Скинь на счеты. Один, два, три, четыре выйдет. Десять. А четыре, сорок и четыреста в той же пропорции суть. Афанасий. «Вот еще какие крючки. Они несколько подходят к нашим гражданским». «Яков. Мер и число всегда есть Божие. Ниже хребтов их и была высота их. Иезекииль. Скажи мне, Господи, кончи на мое число дней моих. «Сочти своих домочадцев. Возвел отчима и вижу, и се муж, и в руке его веревка землемерная». Захария, глава 2. «Вся Библия есть узел и узла в цепь. Вся в одном узле и в тьмах тьмы узлов. Там же весь и рай насадил Господь Бог в Эдеме на востоке. «Большая будет слава храма сего. Последняя больше первой», — говорит Господь. Агей, 2 глава. «Эдем» значит «рай сладости, увеселительный сад». Что же за вздор рай в Эдеме? Сад в саду? «Весь и хворост есть чаша колких шиповников. Продерись, развяжи и вкусишь от древа жизни. Древа жизни посреди рая. «Восток имя ему. Горта него сладость. И пошли по пустыне и пришли до Хеврона». Числа, глава 13. «Хеврон есть град горний, значит дружество. По чащам сих узлов ходит неисследимая Божия премудрость. Сюда-то приточник. Не знаю следа орла, парящего по воздуху, и пути змея, ползущего по камням». Глава 30. «Услышали голос Господа Бога, ходящий в раю?» Самый последний голосок или словцо дышит символом или зависит от него. «Например, там его узрите. То есть на горе, сверх горы, выше стихий. Гор не мудрствуйте, а не земное. Там зайдут колено, колено Господние. Там взращу рог Давиду. Каждая пара образов есть двое. Двое. Все сугубо одно против одного». Сирахов, глава 42. «Единого Господа Бога, двое сии. Вошли к Ною ковчег два. Два. А если рассудить, тогда каждый образ есть трое. То есть простой, образующий и образуемый, например. «Хлеб простой, хлеб образующий, хлеб ангельский. Не о хлебе единым жив будет человек. Гроздь простая, образующая и веселящая. Вино веселит сердце человека. Кровь гроздей пил вино. Небо простое, образующее и небо небес. Так как круг в колесе, солнце в солнце. Небо небес Господу». «И думаю, всю эту силу сказывает приточник. К словам мудрых предлагай твое ухо. Да разумеешь, как добры. Ты же напиши их себе трижды. На сердце твоем. Есть ли, где хочешь, совета смысла и разума?» 22 глава. «При всем всем вспомни между городом и городом. Моисей Музаконенное. Два образа суть, как два населенные города. Более же не забудь и сего. В какой земле вселяется свет? Тьме же какое есть место? Если введешь меня в пределы их? Если же и знаешь пути их? Где был ты, когда основал землю? Кто положил в меры ее? «Знаешь ли? Возвести мне, если знаешь разум». Иов, глава 38. Афанасий. «Я устал, слушая твоих узлов собрания». Яков. «Вспомни кущи Израилевы, сады Соломоновы. Встань с север и гряди юг. Дух все испытывает и глубины Божии. Из таковой кущи колом Иоиль пробила голову Сесари». Таков был сын Иакова Иуда, привязывающий к лозе жеребца своего. Разве к подлому привязывает? Я лоза. Взгляни, пожалуй, на Иисуса, на вина с халевом. Разве не видишь, какое сокровище несут сие мужи? «На дрюки привязана из земли Божией прибогатая гроздь, кроме шипков, полевых роз и смоков. Сколько виноградных ягод, столько шариков, сколько шариков, столько узлов, заключающих в себе сладчайший божество сок, веселящее сердце, при котором пирует небесный учитель с учениками своими. Сия есть кровь моя. Пили же и упили с ним». Бытие, 43 глава. Что же касается решителей сих божественных гаданий, вспомни Данила с Иосифом, разрешающих сны. «Не Бог ли изъявления их есть?» Бытие, 40 глава. «Связывающий сны». «Не Бог ли изъявления их есть?» Бытие, глава 40. «Сказывающий сны и возвещающий сокровенные и разрешающие союзы». Данил, 5 глава. «Вспомни Марина, обручника, слышавшего во сне голос ангела Божия. Вспомни Моисея, узрившего в мраке Бога. Вспомни Авраама, разделяющего пополам скотов перед Господом». Бытие, 15 глава. «Когда заходит солнце, ужас нападает на Авраама». «Разделить и разрешить значит то же. Таков был Авель, принесший первородный и оттуковец Господу. И не упадет лицо его, но под ним очи видит день Господень. Таков был тот, зубы его белее молока. Таковы были те, кровь гроздей пил, вино стуком ягненка. Вспомни, какой пророк скушал горький свиток. Но куда сладок был, когда доживался до останка. Остаток есть Бог. Открыл ты младенцам, остатки младенцам». Ну и все пророки вопиют. «Видел, видел, вспомни Самсона веревки и льва растерзающего, находящего в ядовитом съедобное, а в жестком сладкое, насыщусь, когда явишься мне в славе твоей. Вспомни Давида, исторгающего из уст львиных и медвежьих овцу, сей из галяфовых, а юдив из алоферновых ножен, мечи извлекает. Живо бы, Слово Божие, острее пачи всякого меча». Иоаннея, сына Иадаев, убил льва, вырвал копье из рук египтянина и убил его копьем его. Второе царство, глава 23. «Как искры по стеблю и потекут. Кто разорил города Иерихоны Гаии, кто расторгнул ополчение иноплеменничей и достал воду Давиду из рва Вифлеемского, «Облекися в славу твою, Иерусалим, град святой, совлеки узы шеи твоей, плененая дочь Сиона». Исайя, глава 52. «Подумай, где тот, кто на гумне молотит? А к нему на воловом вазу прикатывается кивот Господень. Святися, святися, Иерусалим. Благословенные житницы твои!» Второзаконие, 28 глава. «Благослови Господь дом Авездаров!» Вторая царство, 6 глава. «Посмотри, что делает муж Руфин Ваос! Служанки его жнут и вяжут снопы, а он вымолачивает из стеблей зерно. Се тот веет на гумне ячмень сей ночи!» Руф, 3 глава. «И преломив, дает им, им же отворились очи». Афанасий. «Я о всех сих читал, но не даются читать. Трудно». Яков. «Так послушай же о новейших скинотворцах и плетущих сети рыбаках. Вот они. Если свяжете, на земле будут связаны на небесах. Никогда они не вяжут узлов, чтобы не скрывалась внутри цельная простота голубиного ока, и никогда не разрешают гаданий, чтобы не вынуть оттуда перстня сладчайшего меда и сотой вечности. От едящего съедобно и от крепкого и зайдет сладкое. И съедите ветхое, ветхое ветхих. Вениамин – волк, хищник, рано ест, еще и на вечер даст пищу». Бытие, глава 49. «Верил Аврааму Богу, и вменилась ему в правду». Все писанное. «Знамение же, веровавшим сие, языки возглаголят, новые, змея возьмут. И сие, сказав, дунул и говорит им, примите дух святой, кому отпустите грехи, отпустится им, и кому же держите, держится». Афанасий. «Пускай же сему разговоры будет имя Кольцо». Конец.